Это будет видео полезно для тех, кто похудел и боится набрать. Также я буду проговаривать очень многие моменты, касаемые питания, какого-то режима, графика. Всем привет! Меня зовут Пылькова Наталья, я питность тренер, нутрициолог. Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хотела рассказать и раскрыть тему, которую мне часто задают, топовые правила, которыми я руководствуюсь, для того, чтобы всегда быть в хорошей форме, при этом хорошо себя чувствовать, иметь классный уровень здоровья, энергии и, в общем-то, быть счастливым, позитивным человеком. Первое правило, которое звучит, пейте достаточное количество воды. И я знаю, что вы скажете, ну вот, кто об этом не говорит, не говорит об этом только, наверное, ленивый. Многие не знают, сколько пить, что значит достаточно. Потребление воды, на самом деле, зависит от многих факторов. Это зависит от того, какая на улице погода. Это зависит от того, насколько вы активны сегодня и насколько у вас стрессовая была ситуация. Есть, конечно, формула, по которой высчитывается, сколько нужно пить вам в день. Но есть способ гораздо проще, который поможет вам реально контролировать в течение дня. Я всегда говорю, чтобы вы пили до чистоты мочи. Что это значит? Если ваша моча желтая и пахнет, значит, ваш организм обезвожен. Если она ближе к протраченной и практически без запаха, значит, вы пьете достаточное количество воды. Все. В течение дня вы можете делать такой тест и постоянно отслеживать и смотреть. Здесь тоже такой есть нюанс. Слишком большое количество воды, точно так же, как и недостаток, будет задерживать воду и вы будете отекать. Следующее правило, которым я советую следовать, это читайте составы и читайте этикетки. На сегодняшний день очень важно понимать, что такое белки, жиры и углеводы. Это точно так же, как уметь водить машину. Вы же, когда покупаете машину, задумываетесь о том, что вам нужны будут права. И если вы хотите ездить без штрафов, без аварий, без нарушений, тогда вы задумываетесь о том, какие правила существуют на дороге. Вы идете и учитесь в школе. Здесь точно так же. Сегодня очень нужно много где получить информацию именно про штукой белки, жиры и углеводы, как это все сочетается. Существует очень много проектов, в том числе и мои проекты, направленные на пищевую грамотность и закрепление каких-то пищевых привычек, которые помогут вам быть грамотными в этом вопросе. Итак, учитесь читать составы, учитесь читать этикетки. Это второе правило, которое будет помогать вам сохранять ваше здоровье и вашу фигуру. То есть просто не забывайте это делать. Быть грамотными в БЖУ. Это как раз таки то, о чем я только что сейчас тоже говорила. И самое главное, вы не только должны понимать, что такое белки, жиры и углеводы, также вы должны для себя четко понимать, какой продукт на вас как действует. У кого-то есть отечность после молока или, например, после риса. Или еще каким-то продуктом кто-то более чувствительный, и они знают, как эти продукты, или сочетания, или эта порция, или какие-то блюда будут влиять на вашу фигуру, на ваш вес. И есть также продукты-триггеры. Это продукты, которые провоцируют ваш аппетит. Не голод, а именно аппетит. Это ваше эмоциональное желание что-то съесть вкусного. У каждого человека есть вот такие продукты-триггеры, которые провоцируют его на переедание. Следующее правило звучит очень просто. Это не есть за 4 часа до сна. Дело в том, что ночь – это очень важный момент в восстановлении ваших сил, в восстановлении организма. И нельзя нагружать едой за 3-2 часа. Еда еще не успеет у вас уйти из желудка. И таким образом желудок в течение первых часов ночи, и вообще может всю ночь, если еда тяжелая, он будет не отдыхать, а будет работать. Происходит, что вы на утро просыпаетесь, и вы устали. Потому что организм, по большому счету, неполноценно отдохнул. Следующее правило – это правило 12 часов. Оно мое любимое, я его придерживаюсь очень давно. Это правило о том, что между ужином и следующим завтраком, включая ночь, у вас должно пройти 12 часов минимум. Вы, конечно, эти паузы можете делать свои. И я, например, делала абсолютно разные. У меня было время, когда я питалась и делала пищевые паузы в 20 часов. Это уже тема интервального голодания. Были паузы, когда я делала 16. Вот 12 часов можно всем, но увеличивать эти промежутки можно не всем. Как я советую выходить на эту паузу? Посмотрите, насколько сейчас вы питаетесь, насколько сейчас у вас эта пауза. И если она далека от тех же 12 часов, тогда вы начинаете на полчаса, на час увеличивать и наблюдать за своим состоянием. Это очень важно. И вот у меня, например, сейчас правило – это 12-14, иногда 16 часов. То есть я примерно всегда это соблюдаю. Это дает потрясающие результаты. Следующее правило – это зеленые коктейли, овощи каждый день. Каждый день вы должны потреблять нужное количество клетчатки. И вы можете это делать с помощью отрубей, с помощью клетчатки, которые покупаются в магазинах. А можете также делать это с помощью большого количества именно зелени. Фактически все зеленые овощи, они хорошо борются с токсинами, выводят все шлаки из организма и помогают вашему кишечнику, вашей микрофори. Касаемо фруктов, фрукты – не лучшая идея есть большими количествами, потому что, по большому счету, фрукты – это сахар и вода. Фрукты, конечно, бывают разные, и кто-то их очень любит, кто-то может обойтись вообще без них. Что самое главное я хочу сказать по фруктам? У меня есть личное мое правило, которое мне помогает оставаться в форме, и которое я советую девочкам, например, на проекте, которые находятся в процессе похудения. Это то, что один фрукт в день. Если вы позволяете себе фрукты, то это один фрукт в день, либо это до 250 грамм фруктов за день. Фрукты, еще такой момент, желательно есть отдельно от приема пищи за 30 минут, например, до, чтобы у вас фрукты уже чуть-чуть часть переварилась и ушла из желудка. Это будет хорошо сказываться на общем, в целом, пищеварении. Фрукты, например, хорошо использовать в первой половине дня для перекуса. Вы должны понимать, что самые полезные будут для вас те, которые находятся в сезонности. То есть, если сейчас сезон яблок, значит, очень вашему организму будет полезно именно яблоки. Не есть тяжелую пищу после 17.00. Вообще старайтесь ближе к вечеру, а именно после 17.00 у нас организм понижает наш обмен веществ, поэтому не ешьте ближе к вечеру тяжелую пищу. К тяжелой пище мы относим мясо. Красное мясо, белое мясо. Также к тяжелой пище мы относим что-то жирное, жареное, мучное, что-то плотное. Поэтому идеальным, например, вашим ужином, если у вас цель это легкость, поддержание формы, либо похудение, это легкие постные овощные супчики, какие-то овощные пюрешки. То есть, ничего тяжелого. Все должно быть легко и легко для усвоения, для переваривания. Исключить и уменьшить сахар. Я не буду здесь много рассказывать про это, потому что, на самом деле, это базовое понятие. Если вы задумываетесь о питании, вы должны читать этикетки и смотреть, как раз-таки, в каких продуктах содержится сахар. А он содержится в очень многих продуктах, и в соусах, и в готовых, и в полуфабрикатах. Поэтому будьте внимательны. И если у вас не получается исключить, тогда в любом случае вам нужно его хотя бы уменьшить, дозировать и осознанно питаться. Вот у вас есть перед вами, например, вы заказали кофе. И вы обычно берете, например, кофе с какими-нибудь сиропами, он еще плюс сладкий. Попробуйте взять его без сиропов, почувствовать вкус. Так раскроются ваши вкусовые рецепторы. Те, кто практикует это, для начала окажется все пресным и невкусным. Но на самом деле, когда вы делаете такие манипуляции, то ваши рецепторы чистятся. В конце видео дам свою любимую технику, которую я использую для того, чтобы быстро перестроиться на правильное питание, и для того, чтобы почистить вкусовые рецепторы, а именно начать ощущать вкус. Уменьшить спиртные напитки. Это какой-то нереальный на самом деле пункт. Потому что, когда я говорю уменьшить спиртные напитки, все... Что? Как? Вообще и бокал вина нельзя. Но вы должны понимать, что я не зря написала именно уменьшить, а не исключить. Потому что есть напитки, например, вино, хорошее вино, которое, в принципе, неплохо влияет на нашу микрофлору. Плюс в дозированном количестве это один, максимум два бокала за вечер. Вам не повредят ни фигуре, ни затуманят ваш рассудок. Потому что алкоголь исключает не только потому, что это сахар и вода, и быстро поднимается сахар в крови. Алкоголь еще также исключает, потому что люди, которые начинают пить, они плохо себя сдерживают. И если вы в данный момент находитесь на моменте похудения, на каком-то таком сложном трансформационном периоде, то с вами алкоголь может сыграть злую шутку. То есть под алкоголем вы начнете есть, и вы просто будете есть все подряд. Правило очень классное, которое я советую придерживаться, особенно девчонкам, потому что именно потребление жиров у нас влияет с вами на нашу красоту, на наши все функции организма, гормональные в том числе. Делаю акцент именно на растительные жиры. Что я хочу этим сказать? Животные жиры, они тоже должны быть в рационе, но в меньшем количестве, нежели растительные. Все-таки отдавайте предпочтение именно растительным жирам. Это семечки, это авокадо, это масла. Следующее правило, это выбирайте полезные способы приготовления. Я не буду на нем останавливаться, просто соблюдайте его для того, чтобы оставаться в форме. Еще одно очень интересное правило, это не пить холодную воду сразу после еды. Это правило многие нарушают. И к чему это ведет? Есть такое понятие, как огни, огонь пищеварения. Когда, то есть огонь отвечает у нас за трансформацию, и за переваривание в том числе пищи. Вот когда вы выпиваете стакан холодной воды, вообще воду, жидкость, да, расплавляется этот огонь, то таким образом у вас затормаживается процесс пищеварения. Представляете, все вот это, то, что вы поели, гниет. По большому счету, вот если совсем упростить весь этот процесс, то есть переваривание не происходит должным образом, потому что кислотности не хватает для того, чтобы нормально переварить пищу. Вы ждете час минимум, потом только можете запивать. Вот такая поправка. Еду можно запивать теплым, чуть горячим напитком. Если вы слишком супую какую-то пищу едите, если же это какие-то промасленные каши или что-то такое, пюре, это супчики, то, конечно, запивать не стоит. Следующее правило, мое самое любимое, которое нарушают все, и даже в том числе и я, это не отвлекаться в прием пищи. Очень часто за едой вы решаете рабочие моменты. Кто-то вообще не делает перерыв на обед, а просто продолжает есть и работать. Кто-то делает с подругами какие-то посиделки, сплетни и так далее. Моя любимая на сегодняшний день поговорка от моей бабушки, это когда я ем, я глухонем. Смотрите, когда мы принимаем пищу, наши энергетические каналы открыты. Я знаю, что сейчас многие эту информацию могут пропустить мимо ушей, но скажу как есть. Это моя точка зрения, это мои знания. Я помимо нутрициологии, изучающего Аюрведу, древние восточные знания, которые, на мой взгляд, очень точные, которые мне очень откликаются. И я благодарна, что я на них тоже могу опираться, потому что современная медицина, нутрициология, она всех уравнивает. Аюрведа дает очень много нюансов и такие ориентиры правильности. Так что вы можете поддерживать эту точку зрения, можете писать в комментариях, например, согласны, не согласны, либо вам кажется это что-то непонятное. Но я скажу так, как я считаю нужным. Когда вы принимаете еду, вы открываете свои каналы, энергетические каналы. И вместе с едой вы впитываете, буквально впитываете всю энергию, которая находится вот здесь. То есть, когда вы принимаете еду, все должно быть очень эстетично. Я сейчас рассказываю идеальный вариант. Еда должна удовлетворять всем вашим питьям органам чувств. Она должна быть приятна, приятна на ощупь, приятна на внешний вид. Все должно быть чистенько, красиво. Она должна вкусно пахнуть. Вы должны быть голодными. То есть, она должна у вас вызывать слюну. Слюна – это как бы энергия на переваривание пищи. Та атмосфера, компания, если вы находитесь в компании, должны быть вам приятны. Это очень важный факт, который не стоит забывать. И когда вы едите, старайтесь только есть. Не сплетничать, не говорить, не решать рабочий момент. И ничего не делать, а просто есть. У вас открываются как будто бы новые ощущения. Вы начинаете прожевывать, вы медленно едите. Я об этом дальше еще скажу. Это тоже есть определенное такое правило, на которое вы можете опираться. Старайтесь сделать свой прием пищи таким классным, кайфовым ритуалом, приятным. Если вы все-таки с кем-то общаетесь в этот момент, попробуйте перейти на нейтральные темы. Смотрите, вся еда, съеденная в некрасивой обстановке, в компании, с которой вам не нравится, она будет у вас как яд действовать. То есть, вместо того, чтобы давать вам силу, энергию, она у вас не усвоится, она подействует на вас просто как яд. Имейте это в виду и будьте в следующий раз более сознательны в приеме пищи. Я хочу еще добавить про жевание. То, что очень важно медленно жевать, растягивать вкус, чувствовать. Я своим клиентам и девчонкам на своем проекте всегда говорю, что у вас есть прием пищи, вы все красиво сделали, все хорошо. Вы можете зажечь свечи, устроить себе максимально кайфовую атмосферу. А теперь поиграйте в игру и разложите то блюдо, которое у вас есть, по вкусам. И вот когда вы закрываете глаза и начинаете пробовать и расчувствовать вот это вот, тут сладко, тут солено, тут немножко есть горчинки, да, вы, во-первых, после такого приема пищи не будете сорваться. Потому что когда вы едите на бегу, вы быстро что-то там в себя засунули, запили и побежали дальше. И по сути, да, как бы с точки зрения физиологических вы что-то в себя положили. Но еда нам еще дает важное эмоциональное. Ваш организм, ваш мозг не почувствовал, что вы ели, вы не получили удовольствие от этого. То же самое, когда вы разговариваете, когда вы работаете, когда вы сплетничаете, да, помимо плохой энергетики и ненужного, ваш мозг не понимает, что у вас прием пищи. Он не получает в этот момент удовольствие. А удовольствие это важное и одна треть составляющая функции нашего питания. Если, кстати, интересно про функции питания, я готова об этом рассказать. Ставьте обязательно комментарии и вообще ставьте лайк, если вам интересен такой формат. Буду рада с вами делиться. Когда вы жуете, вот вы играете в эту игру, да. Во-первых, вы должны жевать не менее 20 раз. Это рекомендация нутрициолога всех. Потому что процесс пищеварения у вас начинается с полости рта. Вы должны хорошо измельчить пищу, пропитать ее слюной. И только после этого она у вас идет в пищевод, в желудок. И дальше начинает усваиваться и перевариваться. Вот, конечно, считать 20 раз каждый кусок вы не будете. Но один раз посчитайте. И посмотрите, сколько займет это у вас времени и какие будут ощущения. И старайтесь есть медленно. Так вы быстрее насытитесь. Так вы улучшите свое пищеварение. У вас-то ничего не будет гнить. Все будет усваиваться. И это все, конечно, будет отражаться и на коже, и на вашей фигуре. Еще одно правило, это соблюдать водно-солевой баланс. Это правило о том, что нужно солить, но не пересаливать. И хочу сказать такую пометку, что на сегодняшний день очень много соли используется в производстве. Поэтому, когда вы тоже готовите дома, мой такой совет, не солите, когда вы готовите. Посолите уже готовое блюдо. Это классно работает. Старайтесь в целом тоже, как и сахар, дозировать. То есть избыток соли, он будет, естественно, держать воду, быть отекшими. И вы не придете к какому-то суперклассному результату, если у вас постоянно будет нарушен водно-солевой баланс. Но недостаток соли также придет к отеку. Всего 5-9 грамм в день достаточно для здоровья, для того, чтобы жидкость задерживалась в нужном количестве. И не нарушены были электролиты, чтобы вы хорошо себя чувствовали. Это очень важно. Нельзя отказываться от соли, но дозировать ее нужно. И если вы занимаетесь активной физической нагрузкой, если вы пьете много воды, например, на улице жарко, то соли может быть чуть больше, потому что она все-таки с водой у нас вымывается. Следующее правило это про планирование приема пищи. Что вы будете есть, нужно решить заранее. Если вы знаете, что у вас какая-то поездка, или вы знаете, что вы целый день будете на работе, и никуда не выйдете, вам нужно подумать об этом заранее, для того, чтобы не срываться. Это правило важно для тех, кто только начинает следить за питанием. Когда вы голодные, есть шанс прийти в магазин. Есть вообще все шансы, чтобы прийти в магазин и сорваться с питания. Потом, как вы знаете, очень сложно туда вернуться. И вот на этом многие делают ошибки. Поэтому заранее продуманная еда будет вас спасать. На самом деле это 5-10 минут у вас займет, но это вам очень сильно сэкономит время на достижение вашей цели. Это настолько прожитые, крутые правила, которые дают невероятные результаты. И, кстати, я буду рада, если вы их попробуете и скажете, как вам, какое правило понравилось, какие соблюдаете. Это такая база и есть мои личные правила, которые я еще, опять же, соблюдаю, которые для меня конкретно будут работать. То есть также на эту базу вы можете накладывать свои новые знания о себе и тоже вписывать их в свои правила. И вот эти правила вы соблюдаете каждый день. Это как почистить зубы, это как заняться тренировкой, это как умыться, это как принять душ. Это постоянно. Вы не будете грамотны, если не будете закреплять определенные привычки. Вот пока у вас это все не будет на автомате, вам нужно на первых этапах, конечно, больше проявлять осознанности и энергии тратить на это для того, чтобы это все пришло в вашу жизнь. Но зато потом это даст вам невероятные бонусы, потрясающие результаты, которым вы просто будете вдохновлять не только себя, но и своих близких, свое окружение. Я обещала с вами поделиться классной техникой, которая помогает быстро вернуться в правильное питание, помогает настроить ваш организм. Эта техника называется «День на одном продукте». Это помогает вам разгрузить пищеварительный тракт, во-первых, а во-вторых, отвыкнуть от изобилия вкусов, которые есть. Как она делается? Вы выбираете любой натуральный продукт, например, гречка на воде или овсянка на воде, например, бананы. Правило одно. Вы делаете такой день на этом продукте. То есть в течение дня вы едите только его на завтрак, на обед, на ужин. Если вы делаете это на кашах, то вы их не солите, не сластите, не на молоке, то есть это просто гречка на воде, это просто одна гречка. Почему я советую, например, сделать на гречке? Потому что сама по себе крупа, она очень богата по составу. Она классно подходит для таких дней, то есть по сути вы едите и калории, и получается много питательных веществ. Во-вторых, у вас убирается вот это изобилие вкусов, то есть на следующий день, сразу на следующий день попробуйте. Вы поймете вот эту разницу, вы поймете то, о чем я говорю. На следующий день начинаете по-другому воспринимать вкус. У вас все вкусы становятся яркими. Вы по-другому чувствуете, например, вкус яблока. Вы по-другому чувствуете какие-то свои привычные блюда. Это вкус напитков, вкус чая, вкус кофе и так далее. Используйте эти правила как базу, дополняйте ее своими. Я желаю вам всем оставаться в классной форме, достигать своих результатов, быть теми, кем вы действительно хотите быть. Спасибо большое вам за лайки, за активность, за то, что делитесь с друзьями. Если вам это показалось интересным и вы считаете, что это может информация для кого-то быть нужной, полезной, я буду рада, потому что вся эта активность, она способствует продвижению моего канала. Также подписывайтесь на мои соцсети и до встречи в новых видео.